Здравствуйте, дорогие третьеклассники! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы с вами продолжим знакомиться со сказкой великолепного датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена, который мы начали с вами изучать на прошлом уроке. Давайте вспомним, как называлась эта сказка. Верно, ребята, сказка называлась «Пятеро из одного стручка». На прошлом уроке мы с вами прочитали, что случилось с пятью горошинами, которые выросли в одном стручке. И мы с вами узнали, что последняя горошина попала в щель оконной рамы. И, попав на мягкий мох, пригретая солнышком, горох стал расти. А теперь давайте познакомимся с продолжением этой сказки и узнаем, кто же жил в этой коморке, в оконную раму которого попала наша горошина. А в коморке жила бедная женщина. Она ходила на паденную работу. Сил у нее было довольно. Охота работать тоже не занимать стать. Но из нужды она все-таки не выбивалась. Дома оставалась у нее единственная дочка – подросток. Она была такая худенькая, тщедушная, целый год уже лежала в постели, не жила и не умирала. Значит, мы с вами узнали, что в этой коморке, ребята, жила бедная женщина, у которой было две дочери. Одна дочь у нее умерла от болезни, и вторая дочь была тоже очень слаба здоровьем, лежала, не вставала и болела, и никак не выздоравливала. Мы с вами узнали, ребята, что в этой коморке жила бедная женщина, у которой была больная дочь. Но если вы прочитаете рассказ полностью, вы узнаете, что у этой женщины была еще одна дочь, и она умерла от болезни. И вот вторая дочь ее тоже болела. И бедная женщина выбивалась из сил, чтобы заработать денег и помочь своей дочке выздороветь. Давайте посмотрим, что же произошло дальше. Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол. Больная девочка долго не отводила глаз от окна. Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра. Мать подошла к окну и приотворила его. Ишь ты, сказала она, да это горошинка пустила ростки. И как она попала сюда в щель? Ну вот у тебя теперь будет свой садик. Мы с вами узнали, ребята, в этой части рассказа, что горошинка, которая попала в оконную щель, проросла и выросла, и превратилась в прекрасное растение, которое очень обрадовало больную девочку. Мама, я думаю, что поправлюсь, сказала девочка вечером. Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь. Начну вставать и выйду на солнышко. Ребята, горошинка как бы сподвигла девочку встать со своей постели и наблюдать за тем, как она растет. И чем больше росла горошинка, тем чаще девочка вставала, наблюдала за ее ростом, и солнышко ее пригревало. И на самом деле девочка становилась все здоровее и здоровее. И вскоре на ее бледных щеках появился румянец. Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитя. Да и меня тоже, сказала счастливая мать, улыбнулась цветочку, как ангелу небесному. Ребята, мы видим, что вроде бы маленький цветочек, горошек, которых очень много растет вокруг нас. Но какое доброе дело сделал Господь, что послал эту горошинку к этой больной девочке. И вместе с горошинкой девочка подросла и, наконец-то, выздоровела. Вот почему мать улыбалась цветочку, как ангелу небесному. Потому что маленький цветочек оказался спасителем для ее больной дочки. Ну а другие-то горошины. Та, что летела, куда хотела, ловить, дескать, кто может, попала в водосточный желоб. А оттуда в голубиный зоб. И лежала там, как Иона, в очреве кита. Ребята, Иона, по преданию, это библейский пророк. И однажды его проглотил кит. И Иона, говорят, много лет провел в очреве кита, то есть в его животе. А потом, по позволению Бога, кит вновь вывел Иону на свет Божий. Это было как бы наказание, испытание для этого пророка. И вот, как Иона в очреве кита является фразеологизмом, чтобы вы это знали. Две ленивицы ушли не дальше. Их тоже проглотили голуби. Значит, и они принесли немалую пользу. А четвертое, что собиралась залететь на солнце, она была самая хвостливая, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла. Ребята, прочитайте сами отрывок, в котором рассказывается, что думала о себе вот эта самодовольная горошина. Она говорила, я самая удачливая из всех пятерых сестер, потому посмотрите, как я раздобрела, сколько пользы я принесла. Наверное, больше никто такого не добился. А согласно с этой горошиной была только канава. Мы с вами понимаем, что большего добилась горошина пятая, потому что она принесла радость, она принесла здоровье и исцеление бедной девочке. Понравилась вам сказка? Правильно, ребята, это очень интересная и поучительная сказка. А теперь давайте попробуем ответить на вопросы по этой сказке. Сколько горошин было в стручке? Верно, ребята, в стручке было пять горошин. И потому-то наша сказка так и называется. Пятеро из одного стручка. Что случилось с горошинами, когда стручок пожелтел? Что с ними случилось? Они упали на землю? Их унесло ветром или их сорвал человек? Конечно же, молодцы, ребята, их сорвал мальчик. Из стебля какого растения мальчик сделал трубочку? Вы знаете, что мальчик сорвал стручок гороха, чтобы стрелять ими из трубочки. А теперь скажите, из какого растения была трубочка? Из камыша, бузины или бамбука? Верно, ребята, из стебля бузины. Молодцы, ребята, вы очень хорошо отвечаете на вопросы. А теперь перейдем к следующим вопросам. Куда угодила последняя горошина? В глаз соседскому мальчишке, в щель чердачной коморки или в реку? Мы с вами знаем, что последняя горошина угодила в щель чердачной коморки. Кто жил в чердачной коморке? Пожилой мужчина, молодая девушка или бедная женщина? Конечно же, в коморке жила бедная женщина. Сколько детей было у женщины? Если вы вспомните сказку, то вы легко ответите на этот вопрос. Конечно же, у бедной женщины было две дочери. Одна дочь у нее умерла от болезни, и вторая умирала. И если бы не наша горошина, вторая девочка тоже умерла бы. И теперь последний вопрос. Чем закончилась история девочки? Она умерла? Она выздоровела? Ей стало лучше, но она все же не выжила. Конечно же, ребята, мы с вами знаем, что она выздоровела, а причиной этому стала наша горошина. Молодцы, ребята! Я вижу, что вы очень хорошо знаете эту сказку. А теперь перейдем к грамматической части нашего урока. И прочитаем стихотворение, и попробуем догадаться, о чем идет речь в этом стихотворении. Снег на полях растаял, теплые ветры шумят, птиц беспокойных стаи, солнцу навстречу летят, рек полноводных кипения, тонких берез белизна. Это весны день рождения, в гости пришла к нам весна. Конечно же, ребята, в этом стихотворении рассказывается о весне. Скажите, а какими бы эпитетами вы описали бы весну? Как бы вы ее назвали? Что такое эпитет? Это образное выражение, образное название какого-то предмета. И по этому эпитету все могут догадаться, о чем идет речь. Например, осень мы называем золотой, зиму мы называем или волшебницей. Некоторые зиму называют старухой зимой, потому что зимой злая вьюга бывает, то есть тепла не бывает. А как бы вы назвали весну? Конечно же, мы все ее называем красавицей. Почему же весну называют красавицей? Ее всегда сравнивают с прекрасной девушкой, потому что как девушка прекрасна, она любит наряжаться, она очень красивая, на нее приятно смотреть. Точно так же наряжается природа в это время года. Деревья цветут, поля покрываются прекрасными цветами, воздух чистый, свежий. Все как будто рождается заново, как бы это молодость нашей природы. И скажите, какие части речи помогают нам ярко, образно представить весну красавицу? Конечно же, ребята, мы знаем, чтобы описать какой-то предмет, чтобы образно его представить, нам помогает какая часть речи? Конечно же, прилагательные. Посмотрите, и в этом стихотворении тоже немало прилагательных. Теплые ветры шумят, птиц беспокойных стаи, реки полноводные, березы белые тонкие. Эти слова помогают нам описать весну. А какую роль играют имена прилагательные в речи? Имена прилагательные делают речь человека, письменную и устную, наиболее понятной и выразительной. Чаще всего имена прилагательные употребляются для того, чтобы представить описываемый объект. С какой частью речи связаны имена прилагательные? Верно, ребята, мы с вами знаем, что имена прилагательные связаны с именами существительными и согласуются с ними в роде и числе. Давайте же вспомним, в чем это выражается. Что означает, что имена прилагательные согласуются с существительными в роде и числе? Посмотрите на изображение на экране. Перед вами три различных предмета. Но у всех этих предметов есть какой-то общий признак. Догадались? Конечно же. Какой признак у них общий? Это признак цвета. Верно, все эти предметы зеленого цвета. А теперь давайте посмотрим, как мы этот признак используем с каждым из данных предметов. Слово ель. Предмет ель. Ель какого рода, ребята? Верно, женского рода. Следовательно, прилагательные с этим словом мы используем в форме женского рода. И назовем этот предмет зеленая ель. Обратите внимание на окончание. Следующий предмет – лист. Какого рода слово лист? Верно, ребята, лист мужского рода. Следовательно, и прилагательные с этим существительным мы тоже используем в форме мужского рода. Зеленый лист. Следующий предмет – это яблоко. Какого рода слово яблоко? Конечно же, среднего рода и прилагательные с этим существительным мы используем в форме среднего рода – зеленое яблоко. Давайте вспомним алгоритм определения рода имен прилагательных. Чтобы определить род имен прилагательных, в первую очередь, нужно найти имя существительное, с которым оно связано, и определить его род. Вы знаете, что в нашей речи прилагательные всегда относятся к какому-нибудь существительному. Задайте от имени существительного вопрос к имени прилагательному. По роду имени существительного и по вопросу определите род имени прилагательного. И давайте вспомним, какие окончания имеют вопросы прилагательных мужского рода. Прилагательные мужского рода отвечают на вопрос «какой?» и имеют какие окончания «ЫЙ», «ИЙ» или же «ОЙ». Прилагательные женского рода отвечают на вопрос «какая?» и имеют окончание «АЯ» или «ЯЯ». Прилагательные среднего рода отвечают на вопрос «какое?» и имеют окончание «ОЕ» или же «ЕЯ». Молодцы, ребята. А теперь давайте применим наше знание при выполнении упражнения. И выполним упражнение 289 на странице 194 ваших учебников. Нужно списать родственные слова, выделить в них корень и определить род имен прилагательных. Не забываем выделять окончание. Давайте приступим к работе. Ряд однокоренных слов. Синее, синеть, синева. Давайте сначала выделим корень и докажем, что эти слова однокоренные. Синее, синеть, синева. Повторяется в каждом из этих однокоренных слов часть слова син. Давайте выделим окончание. Синее, окончание яя. В слове синеть нет окончания. В слове синева окончание а. Какое из этих слов является прилагательным? Давайте проверим первое слово. Слово синее. На какой вопрос отвечает? Верно, ребята. Какая? По вопросу мы с вами догадываемся, что если прилагательное отвечает на вопрос какая, то это прилагательное женского рода. И еще одна подсказка. Окончание яя. Мы знаем, что такие окончания бывают у прилагательных. Верно, ребята. Женского рода. Следующий ряд однокоренных слов. Робкий, робеть, робость. Какая часть слова повторяется во всех однокоренных словах? Верно, ребята. Часть слова роб. Давайте выделим окончание. Робкий, робкая, робкие. Мы видим, меняется только часть слова и. Ну и ка будет суффиксом. Давайте определим часть речи. Робкий. Какой? Верно, ребята. А какая часть речи отвечает на вопрос какой? Прилагательное. Следовательно, слово робкий является прилагательным. И по вопросу мы с вами можем догадаться, если он отвечает на вопрос какой? И еще имеет окончание и. Следовательно, это прилагательное мужского рода. Молодцы, ребята. Переходим к следующему ряду однокоренных слов. Белая белизна белеет. Давайте выделим корень. Мы видим, что во всех этих однокоренных словах повторяется часть бел. Выделим окончание белое, белое, белизна, нет белизны, белеет, белеют. Мы видим, что окончания у нас вот такие в этих словах. И перейдем теперь к определению части речи. Мы должны найти прилагательное среди них. Белое отвечает на вопрос. Верно, ребята. Какое? Следовательно, белое и является прилагательным. А по вопросу мы с вами догадываемся, что если отвечает на вопрос какое? И еще имеет окончание о-е. Следовательно, это прилагательное среднего рода. Следующий ряд однокоренных слов. Зеленый, зелень, зеленеет. Выделим корень. Зеленый, зелень. Мы видим, что в каждом из этих слов повторяется часть зелен. Следовательно, эта часть и войдет в корень. Давайте выделим окончание. Зеленый окончание – и. Потому что при изменении по родам мы видим, что меняется зеленый, зеленое, зеленые. Зелень – нет окончания. В слове зеленеет окончание – ед. Потому что при изменении глагола, формы этого глагола, меняется только часть ед. Зеленый отвечает на вопрос «какой?». Следовательно, является прилагательным. И по вопросу, по окончанию мы с вами догадываемся, что это прилагательное мужского рода. Перейдем к следующему ряду однокоренных слов. Трусить, трусость, трусливое. Мы видим, что в каждом из этих слов повторяется часть трус. Следовательно, они являются корнем. В этих словах окончания нет. И только в слове трусливое мы видим окончание ойе. Теперь по окончанию и по вопросу. Трусливое. Какое? Мы догадываемся, что это слово прилагательное. И стоит оно в форме, верно, среднего рода. Это прилагательное среднего рода. Последний ряд слов. Заботливое. Забота. Заботиться. Мы видим, во всех этих однокоренных словах повторяется корень забот. Верно, ребята. Выделим окончание. Заботливое. Заботливые. Мы видим, что изменяется часть ая. А в слове забота изменяется буква а. Забота, заботы, заботой. Хорошо. А теперь давайте определим прилагательное. Заботливое. Отвечает на вопрос. Какая? Верно. Значит, слово заботливое и является прилагательным. И по окончанию, по вопросу, мы с вами догадываемся, что это прилагательное женского рода. Молодцы, ребята. Вы очень хорошо справились с заданием. И теперь перейдем к домашнему заданию. Подготовьте пересказ сказки Ганса Христиана Андерсена, пятеро из одного стручка. Напишите текст описания на одну из предложенных тем. Весна красна. Карабах жемчужина Азербайджана. Мой любимый питомец. Используйте при описании имена прилагательные. Вы знаете, что в текстах описаниях очень большое количество прилагательных должно быть, потому что прилагательные помогают нам описать исследуемый объект. Ребята, будьте внимательны при выполнении задания. Увидимся на следующих уроках. До свидания. Здравствуйте, друзья. У нас урок математики. Тема нашего урока – решение задач с составлением уравнений. Откройте, пожалуйста, учебник, страницу 126-ю, и выполним задание первое. Я задумал число. Если из него вычесть 20, то получится 15. Какое число я задумал? Решите задание, составив уравнение. Для начала давайте, ребятки, вспомним, а что такое уравнение. Верно, уравнение – это равенство, содержащее неизвестное число, и которое надо найти. Я задумал число. Получается, нам неизвестно, какое число мы с вами задумали. Но если из него вычесть 20, то есть как мы это запишем? Неизвестное число мы обозначим любой латинской буквой. х. Если из него, из этого задуманного числа х, вычесть 20, то есть мы должны правильно минус 20, то получится 15. Равно 15. Какое число мы с вами задумали? То есть чему равно х? Как правильно записать? Мы должны х равно… Верно, мы должны 15 прибавить 20. Так и запишем. 15 прибавить 20. х равно 35. А как понять, правильно ли мы с вами нашли х? Мы должны сделать проверку. Проверим. Вместо х запишем 35. Вычесть 20 и получим 15. 35 минус 20 – это 15. 15. Получается, они равны. Мы с вами неизвестное число нашли верно. Значит, получается, какое число мы с вами задумали? Я задумал число 35. На следующей странице 127 задание первое. Решите уравнение. х прибавить 9 равно 14. Как мы с вами найдем неизвестное число х? Верно. Мы 14 вычтем 9. Запишем. х равно 14. Так как плюс 9 у нас 14 минус 9. х равно… Верно. 5. Проверка. Вместо х напишем 5. 5 прибавить 9 равно 14. 14 равно 14. 55 прибавить х равно 75. У нас неизвестное число х. Значит, мы должны х равно… Верно. 75 вычесть 55. х равно… Верно. 20. Сделаем проверку. Вместо 55 прибавим. Вместо х запишем 20 равно 75. 55 прибавить 20. 75 равно 75. Обратите внимание, х минус 45 равно 30. х равно… Верно. 30 прибавим 45. х равно 75. Проверим. 75 вычесть 45. И получим 30. 75 минус 45. 30 равно 30. И последнее. 34 вычесть х равно 24. Неизвестное число правильно. х мы с вами выпишем. равно… Мы от большего должны отнять меньшее. 34 минус 24. х равно 10. Давайте сделаем проверку. 34 напишем как есть. А вместо х 10 получим 24. 24 равно 24. На странице 126, ребятки, выполним задачу третью. Решите задачу, составив уравнение. В бидоне было 10 литров молока. Часть молока Наиля Хану использовал для выпечки гугалов и чакер-буре. В бидоне осталось 3 литра молока. Сколько литров молока использовала Наиля Хану? Давайте представим задачу кратким условием. То есть у нас было 10 литров. Какую-то часть использовала Наиля Хану, неизвестную нам часть, но осталось у ней 3 литра молока. Как решить данную задачу в виде уравнения? Верно. Так как было у нас 10, мы так и запишем. 10 использовали, то есть минус неизвестное количество литров, и у нас осталось 3 литра. Как найти Х? Надо 10 вычесть 3. Х равно 7. Давайте для нас, ребятки, сделаем проверку. Если мы вместо Х впишем 7, 10 минус 7, у нас получится 3. И это равно 3. Получается, что мы с вами решили все верно. Значит, 7 литров молока использовала Наиля Хану. На странице 127, ребятки, выполним задачу третью. После того, как Асиф заплатил за обувь 25 монатов, у него осталось 8 монатов. Сколько монатов было у Асифа? Решите задачу, составив уравнение. Ребятки, давайте посмотрим, о чем наша задача. Значит, получается, по условию задачи у него было какое-то количество денег, неизвестное. Из этих денег он заплатил 25 монатов. И осталось у него 8 монатов. Мы запишем, заплатил 25 монатов, осталось 8 монатов, а сколько было, неизвестно. Вот неизвестное было, мы запишем латинской буквой Х. Значит, было неизвестное количество. Заплатил 25, то есть отдал он эти 25, минус 25, и у него осталось 8 монатов. Как найти Х? Верно, надо 8 прибавить 25. 8 прибавить 25, мы получим Х равно 33. Давайте делаем проверку. Для нас подставим 33 минус 25. 13 минус 5, верно, 8. 2 минус 2, 0. Получается, что 8 монатов у него осталось. Значит, у него было первоначально, верно, 33 моната. Сколько монатов было у Асифа? У Асифа было 33 моната. На этой же странице выполним задачу четвертую. Чтобы отвезти на стадион 28 спортсменов, нужно несколько микроавтобусов. Каждый микроавтобус рассчитан на 7 пассажиров. Сколько нужно микроавтобусов? Какое уравнение не подходит для решения задач? Для начала давайте с вами разберем эту задачу. У нас всего 28 спортсменов. И нам нужно определенное количество микроавтобусов, в которые вмещается всего лишь 7 пассажиров. То есть нам нужно что сделать? Так сколько же микроавтобусов нам необходимо? Для этого нам нужно 28 разделить на 7, чтобы получить количество микроавтобусов. Но какое из этих уравнений не совпадает? То есть 28 разделить на х равно 7. Можно. Мы получим 8. х равно 7 умножить на х, неизвестное число микроавтобусов, и мы получим 28. Тоже можно. А вот вариант В. х прибавить 7 равно 28. Верно, ребятки. Вот это у нас и не совпадает. На этой же странице, ребятки, теперь задача пятая. Алмаз собирала ракушки на берегу моря. По дороге домой она потеряла 5 ракушек. Какое выражение показывает, сколько ракушек у нее осталось? Что обозначает N? Давайте с вами разберем. Алмаз собирала ракушки на берегу моря. О чем эта информация? Верно, она собирала неизвестное количество ракушек, которые можно обозначить все правильно. N. Затем она, вот это N количество, когда шла домой, потеряла 5 ракушек. Верно, ребятки. 5 умножить на N. 5 разделить на N. N вычесть 5 или же N прибавить 5? Верно. N вычесть 5. То есть неопределенное количество ракушек, которые она собрала, вычесть 5 ракушек, которые она потеряла, и мы сможем найти, сколько ракушек у нее осталось. Значит, вариант V. А теперь, пожалуйста, возьмите листочек и ручку. Запишите задание на странице 126. Выполните, пожалуйста, второе и четвертое задание. А вот на странице 127 закончите первое. А я с вами не прощаюсь. Буду очень ждать вас на следующем нашем уроке. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня у нас урок по знанию мира. Я рада вас приветствовать на уроке. Сегодня мы с вами будем говорить о Каспийском море и разнообразии азербайджанской природы. Ребятки, давайте посмотрим на экран. Что мы видим на экране? Правильно, мы видим Каспийское море. Наша республика с востока омывается Каспийским морем. Летом очень много можно увидеть людей на побережье Каспийского моря. Люди приходят сюда отдыхать, купаться, загорать. В древние времена, ребятки, Каспийское море называли по-разному. Азербайджанское название Каспия, Хазар, одно из исторических названий. Из-за большой площади Каспий называют морем. Но в действительности Каспийское море – это самое крупное озеро в мире. Ребятки, а знаете ли вы, в чем заключается основное отличие моря от озера? Давайте узнаем, чем же отличается море от озера. Море имеет связь с океаном посредством узкого водного участка. Этот узкий водный участок называется проливом. Ребятки, а также вода в море соленая. А в озере вода бывает как пресной, так и соленой. У озера, ребятки, нет этой связи с океаном. Если мы внимательно посмотрим на карту Азербайджана, то можно ясно различить Абширонский полуостров. Ребятки, полуостров – это участок суши, который с трех сторон омывается морем. И одна его часть присоединена к суше. Столица нашей республики, город Баку, расположен на этом полуострове. В Каспийском море имеется очень много островов. Одним из самых крупных островов Каспия является остров Пиралахи. Ребятки, здесь построен поселок, а также между островом Пиралахи и Абширонским полуостровом протянут мост. А также, ребятки, в Каспии был построен городок под названием нефтяные камни. Это первый поселок в мире такого типа. Живой мир Каспия чрезвычайно разнообразен. Здесь водятся килька, сельдь, окунь и другие виды рыб. В Каспии также много водятся осетровых. Икра этих рыб считается самым полезным и ценным продуктом питания. А также Каспийское море – это среда обитания таких рыб, как карп, кефаль, кутум, лещ, лосось и другие рыбы. Как я уже и сказала, Каспийское море славится ценными породами рыб, в частности осетровыми. Их запасы составляют около 80% мировых ресурсов. А также, ребятки, в Каспийском море также обитает морское млекопитающееся – это Каспийский тюлень. Прибрежные скалы Каспия – это постоянное место обитания чаек. Реки Кура и Самур впадают в Каспийское море. А самая крупная река, впадающая в Каспийское море – это река Волга. Ребятки, реки Кура и Араз – это самые крупные реки Азербайджана, которые берут свое начало в горах Турции. Реки Волга и Кура сливают в Каспий приносимые с собой сточные воды городов, заводов. И поэтому, ребятки, как мы и знаем, в Каспийском море добывают еще и нефть. При добыче нефти, некоторая часть нефти попадает в воду, и таким образом вода в Каспии загрязняется. А загрязнение воды, как мы и знаем, приносит вред морским обитателям. Вот почему живой мир Каспия охраняется созданным азербайджанским государством Абширонским национальным парком. Ребятки, сейчас мы с вами узнаем о горах и равнинах Азербайджанской республики. Наша республика окружена горами Большого и Малого Кавказа и Талышскими горами. Самая высокая гора – это гора Базар-Дюзю. Гора Базар-Дюзю находится на Большом Кавказе. Кроме горы Базар-Дюзю, еще горы, которые находятся на Большом Кавказе – это горы Шахдаг, а также гора Туфандаг. А сейчас, ребятки, мы узнаем с вами о наземных богатствах Азербайджана. Наша республика богата лесами. Правда, лесов у нас не очень много, но наша республика отличается богатым растительным покровом. Ребятки, в нашей стране произрастают такие ценные и редкие породы деревьев, как эльдарская сосна, железное дерево, фисташка. Азербайджан – единственное место в мире, где существуют естественные леса из эльдарской сосны. Дальше мы с вами сейчас узнаем про железное дерево. Ребятки, почему оно называется железное? Почему это дерево называют железным? Железное называют дерево, потому что его древесина очень тяжелая, и оно не тонет в воде. Ребятки, оно интересно тем, что имеет свойство образовывать непроходимые чащи. Ветви соседних деревьев, которые касаются друг друга, сразу срастаются и образуют причудливые сплетения. Ребятки, железное дерево живет до 200 лет. Раньше его древесина использовалась при изготовлении мостов, при изготовлении некоторых частей машин и инструментов. Наши леса, степи, горы богаты ценными лекарственными растениями. Давайте узнаем, какие же лекарственные растения растут у нас в Азербайджане. В Азербайджане растут такие ценные лечебные растения, как шиповник, зверобой, ромашка, мята и другие виды ценных лечебных растений. Наша республика также отличается богатством животного мира. Из-за разнообразия природных условий на территории Азербайджанской республики животный мир состоит из тысячи видов рыб, птиц и млекопитающих. В Красную книгу Азербайджана занесено 108 видов животных. В горах, лесах и степях Азербайджана водятся такие животные, как барс, пятнистый олень, медведь, рысь, лиса и другие виды животных. На равнинах и долинах обитают змеи и ящерицы, зайцы, волки, лисицы, джейраны, водятся такие дикие кабаны, косули, барсуки, шакалы и много-много других еще животных. Ребятки, весьма разнообразен мир птиц. Фазаны, куропатки, беркуты, удоды и другие, особенно водоплавающие. Много в Азербайджане очень водоплавающих птиц. А многие из птиц прилетают к нам на зимовку. Например, это утки, гуси, лебеди, цапли, пеликаны, фламинго и другие. Азербайджанским государством для сохранения редких видов растений и животных создано много заповедников, национальных парков и заказников. Давайте узнаем, какие же государственные природные заповедники существуют в Азербайджане. Это Закатальский заповедник, Газологачский заповедник, Иллисуйский заповедник, Басидчайский и другие заповедники. А также в Азербайджане создано много государственных парков и заказников. Давайте узнаем, какие государственные национальные парки существуют. Это Алтаагаджский национальный парк, Абшеронский национальный парк, Гюйгюльский национальный парк и другие национальные парки. А также создано много заказников. Это Шекинский заказник, это Гарайази Акстафинский заказник, Исмаилинский заказник, Гусарский, Арпачайский и другие заказники. В национальных парках и заказниках охраняются уникальные природные памятники. Ребятки, в отличие от заповедников, в национальные парки и заказники можно входить без особого разрешения. Но при условии непричинения вреда природе. А также в Азербайджане очень много подземных богатств. Это нефть и газ, это самые известные подземные богатства. Это железная руда, это золото, это вода, минеральные, лечебные воды. Очень много в Азербайджане находится таких вод. Подземные богатства Азербайджана, как мы и сказали, это не только нефть, газ, золото, медь, но также и минеральные, лечебные воды. А сейчас давайте узнаем про природные ресурсы. Территория республики богата полезными ископаемыми. Трех видов. Это рудными, нерудными и топливными по происхождению. То есть здесь у нас золото, железо, известняк, мрамор. А дальше мы на экране, ребятки, видим богатство Абширона. На Абшироне находится грязевой вулкан, соленые озера и Янардак. Это выходящий из-под земли природный газ. Как я вам уже и сказала, Азербайджанская республика богата минеральными водами. Например, это лечебные грязи, минеральные воды Галалты, геотермальные воды или Су, источники нафталановой нефти, это пещеры горы Дуздаг, а также термический серный источник Истису. Ребятки, в конце урока давайте запишем домашние задания. Вы должны будете начертить таблицу под названием «Минеральные воды Азербайджана» и заполнить ее должны. То есть мы должны написать, какие минеральные воды существуют в Азербайджанской республике. На сегодня, ребятки, наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!